Подготавливая мужика к нашему походу на ИШ, предстоит нам проехать 5 километров, берем бензин, берем большие лапти, понятно, да, для чего будем испытывать картофель и сажалку обязательно, также берем инструмент, думали какие ключи с собой взять, мало ли что вдруг отвалится адаптер, колесо и решили взять все, набор инструментов, ключей, бензин. Ну что, отправляемся, как должен заводиться новый мотоблок с двигателем Димаха, так, открываем газ, тихонечко, можно в принципе выключить, сначала делаем вот так, раз, два, три, теперь даем немножко газульку, потому что при закрытой заслонке здесь выключается двигатель, вот тут вот он упирается, вот так вот и все, и он глохнет, потому что железка об железку, вот так делаем, включаем немножко газу и открываем подсос, обязательно подсос и смотрите, Опа! Сейчас, 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 сейчас будет, будет, будет Заправили мотоблок по самое горлышко, как говорится, вот полная заправка, и поедем сейчас на ежедальность у нас порядка 5-6 км. туда-обратно, рядом поедет квадроцикл, который будет замерять пробег, ну и, а дальше, а дальше мы сделаем выводы. Катя, итак, на квадроцикле мы обнулили пробег, все, по нолям, все, мы поехали, Наиш! Я с нами! В смысле с нами? Да! Девочки играют только куколками, дочь! Какие? Не-не-не-не-не-не, Егор пошел зацеплять прицеп, потому что это все хозяйство, как я думал, на мотоблоке, загрузился и поехал, нет, мы туда будем сажать картофель сажалку в прицеп, вот эти катки, дочь, да-да-да, и поеду. Потому что я не рискнул ехать, все-таки Наиш зацепленный, потому что очень нагрузка на этот узел, мало ли, тут болт оторвет, нам эти канители не нужны. Ну все, мы стартуем! Ну что, погнали! Поехали! 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 Все-таки! Первый лист! Слушай, ну, еду в четвергаза тихонечку, потому что на обкатке быстро здесь ехать не получится, поедем. Но тянет уверенно, даже на холостых, вправду туда. Слушай, блин, если он доедет, если он доедет, это будет мужик. Мне кажется, колеса отвалятся. Но я думаю, чуть немножко проедем и проверим, потому что все-таки у нас еще великие планы. Много очень тестов, которые мы должны поэкспериментировать с нашим мужиком. Егор вон там едет, везет картофели сажалку, новые катки мощные. Блин, ну господа, 5 км, 5 километров, блин. Ну надо, надо. Все, как говорится, ради контента. Едем тихонько. Вот так вот. Ну тянет, тянет уверенно, тянет, везет. Но задних амортизаторов, конечно, не хватает. Но, тем не менее, едет, блин, едет. Что-то там привезти из леса. Но можно в лужу заехать тихонько. Опа! Вот, отлично! Скорость у нас примерно такая. Чуть меньше среднего значения газ. Это слонка. Ну, в таком режиме и едем. Смысла, смысла особо нету добавлять газ больше. Потому что дорога у нас здесь такая, ухабистая. Без этого едем. Можно, в принципе, даже газ чуть убавить. Расход будет еще меньше. Вот. При этом он едет. Едет, ну, значительно, кстати, уменьше нет. Надо чуть добавить все-таки. Ну, практически на холостых едет, уверенно. Но при этом газ приходится убить полностью. А если чуть-чуть газулечку добавить, вот, добавить, он едет уже. Ну, так больше не надо. Нормально. Едем тихонько. КОНЕЦ О, у меня, короче, трясутся руки. Уже почки не вывозят. Я уже не знаю, как ехать. Мы проехали, наверное, километра два. Принципиально не смотрю колеса. Потому что я их проверял перед выездом. Все затянул. Все четенько. Ступицы затянуты. Вот если отпадет, если отпадет, пусть это будет прямо заснято, отпало. О, честно, устал. Егор, говорю, он сейчас снимает. Ему говорит, давай садись. Он, не, 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 не. Уже голова заболела. Ладно, едем дальше. Мы продолжаем ехать на ИЖ. Тут у нас едет квадроцикл. Замеряет пробег. Ну и техническая помощь. Мало ли, тут у нас что-нибудь отвалится. Чтобы можно было это все решить отремонтировать. Но я так думаю, все равно это лучше, чем пешком. И нервов тесно не хватает. После каждого километра. Сейчас уже проехали мы где-то километра три. Остался еще один спуск. Ну, одно хорошо. Мотоблок сейчас откатается. То есть, туда-обратно, я так думаю, в таком щадящем режиме. Я не думаю, что ему тяжело. Он чувствует себя очень уверенно. Ну, в плане тяги. Запас есть однозначно. Я еду четверть газа. Главное, обкатаем. Грамотная обкатка. Сильно не напрягается. Ну, конечно же, это жесть. Мы на трассе. Все хорошо. Колеса у нас не отвалились. Мужик себя ведет уверенно. Проехали мы 3,7 километра. Ну, честно, останавливался уже два раза. Ну, тяжело, тяжело ехать. Вот даже вот пусть дорога такая. Я бы не сказал, что она идеальна. Не сказал бы, что она хорошая. Но тяжело ехать. Честно, просто тяжело. Едешь где-то со скоростью. Сколько средняя была где-то у нас? 12. Где-то 12 километров в час. Средняя еду. Среднее положение дроссельной заслонки. А то и самое ниже. Тянет он прекрасно. А максималка у нас сколько была? 15. 15, да? Ну, вот это максимальная скоростя. И средняя скоростя. Чтобы было понимание. Ну, в гонках на нем не участвовать, конечно же. Короче, едем. Едем. Ну что, осталось. О, буквально финишная прямая. О, там в конце уже наша деревня. В принципе, доехал, можно сказать, мужик-то. Мужик-то доехал. Рабочая лошадка. Адаптер-то, ну ладно, еще пока не доехал, все-таки. Едем, едем. Я уж даже, в принципе, привык к этой всей вибрации, к этому такому дикому дискомфорту. Очень много интересного. Первое. Сколько сожрет он бензина? Второе. Не развалится ли задний адаптер? Третье. Третье. Не развалится ли сам отоблок? Вот это сцепное устройство, которое работает на ремне, на трене, чтобы вы понимали, на трене. Ремня у меня запасного нет. А еще предстоит нам сажать картошку. Если вдруг получится зарубиться с мотоблоком, как он называется, редукторный, ты такой здоровый. У меня у соседа он есть, если он там, мы обязательно зарубимся на скорости, потянем. Друг друга, кто кого. Короче, много всего интересного, что может вообще этот мотоблок. Кстати, не знаю, что случилось с мотоблоком, но он начал заводиться без подсоса. Я вот проехал сколько, 4 километра. Вот сейчас мы останавливались 3,7. Заводится без подсоса. То есть я такому делу было в обкатке все-таки. Обкатался, может быть, притерлась там что-то. Но он хорошо начал заводиться. Посмотрим, как будет дальше. Может быть, он прогрелся до рабочей температуры. Короче, тестим. Очень удобно на нем ехать стоя. Вот так вот. Когда стоишь, а не сидишь. Когда сидишь, конечно, почки устают. Я, конечно, понимаю, что, наверное, может проще ехать. Идти пешком. Но нужно учитывать, что это рабочая лошадка, фракторенок. К нему, по идее, нужно цеплять прицеп. Цеплять прицеп и везти с собой что-то. Но прицепа пока у меня нет. Но будет, я думаю, в будущем. Чтобы везти с собой картофель и зажалку. Все приспособы. Еще пара человек. Я думаю, он уверенно утащит. Потому что вот он едет, вообще не напрягается. Может, чуть ли газ вообще в ноль убрать. Он будет ехать спокойно. Ну, а вторая техника у нас для чего сейчас едет? Мало ли что, вдруг... О, еб моё! Мало ли что, вдруг поломка, чтобы мы могли его погрузить и везти на базу. Вот он, Иш, подъезжаем. Ну, наконец-то мы подъезжаем. Все, вот она наша река, Иш. Сейчас уходим направо. Тогда я до сих пор на мужике, стоя. Но не могу уехать себе. Невозможно. Уже научился управлять им уверенно. Уже не путаюсь в поворотах, заворотах. Уже есть понимание, как себя ведет, допустим, на каких-то неровностях, на кочках и так далее. Но подъезжаем. Уже, можно сказать, стою экспертом. О, тихо, 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 тихо. Нормально, нормально, едем, едем. Ну что, мы на месте. Вот он наш участок. Правой зарос. Будем сейчас сажать. О, картошку. Все, мотоблок доехал. Отлично. Глуши. Клодочки. Все, мы на участке. Слушай, полив-то работает. Он, видать, включает. Да, на елочке сделал капельный полив. Пропустил. Ну, это уже следующая серия. Расскажу там, как, что. Когда появится электричество, в планах, чтобы все работало кнопкой на телефоне. Нажимаешь, и все тут поливается. Прорастает травой. Клевера еще не видно. Только одни сорняки. Ладно. Цепляем адаптеры. Мужик, доехал. Да, ехал. Сейчас будет плановое ТО. Сейчас у нас плановое ТО. Проверяем все гаечки. Ну, конечно, вот это... Вот эти вот люфты, конечно. Ну, наверное, это так и должно быть. Все-таки техника не по асфальту гонять. Ну-ка, здесь как... Ну, такие же люфты, но гаечки все. Закручены. Ничего не открутилось. Все. Огонь. В принципе. Ну, в принципе, смотри, Егор, ничего не открутилось. Единственное, мне понравилось, что опять стал люфт. То есть я подтягивал рулевой редуктор, залил туда масло. И опять стал люфт. Вот она. Я не понимаю, то ли они бушные с разбора, то ли что. Но они это... Люфтит. Наверное, это так и должно быть. Мотоблок. О! Наклейка отлетела. Все уже не новый. Наклейка уже отлетела. Итак, мы проехали 5 километров. И вот сколько у нас съело бензина. Как будто такое чувство, что даже литра не съело. Это такой расход по трассе. Эта дорога у нас уже в обратную сторону. И тут мне посоветовали спустить колеса, чтобы было немножко помягче. Но комфорт, конечно, классный для ценителей. Покупайте мотоблок для езды. И будет все огонь. Мы спускаем колеса и едем дальше. Вариантов нет у других. Ну-ка. Блин, сейчас переборщил. Ну что, 10 километров. Практически 10 километров. Мужик прошел. Поломок нет. Едем, не бойтесь. Не держаемся в дачу. Давайте я завершу именно вот так это видео. Одним словом, мужик, доехал. Доехал. Егор, доехал, мужик? Доехал. Доехал. Жопа у меня дрожит, конечно. Руки-то дрожат вообще как. Но доехал. Это факт. Я занимаюсь. Я теперь... Я учусь. rek Hua.